Предложения и пожелания жителей Алматы услышаны и приняты. Сегодня в Акимате подвели итоги общественного обсуждения программы развития мегаполиса на ближайшие пять лет. Напомню, целый месяц местные власти напрямую общались с гражданами через Инстаграм. Наш обозреватель Аирки Ермек прокрутила посты тех, кто воспользовался своим шансом повлиять на судьбу родного города. Больше месяца алматинцы вносили свои предложения по улучшению жизни города. В них они отражали свое видение Алматы на будущие пять лет. Так, город будущего жители хотят видеть комфортным для проживания. Именно в этом направлении внесено больше всего пожеланий и идей. Не меньше волнует людей безопасность города и удобство ведения бизнеса. В проект принято около 500 предложений общественности. Среди них обеспечение качественного транспорта и дорог, чистой окружающей среды, доступность к качественным услугам образования, здравоохранения, объектам культуры и спорта. В части улучшения работы перевозчиков общественного транспорта поступили следующие предложения. Внедрить принципы клиента ориентированности в требованиях к операторам общественного транспорта. Повысить комфортность и безопасность общественного транспорта для горожан. Граждане рекомендуют продолжить работу по постепенному переходу к раздельному сбору и сортировке мусора. Реализация проектов по строительству многоярусных паркингов, разработка концепции и инвестиционного предложения к проекту «Школьный автобус». Внесено много предложений по улучшению экологии, благоустройства города, озеленению улиц, парков, скверов и даже конкретных дворов. А в список проектов по реконструкции, наряду с Ботаническим садом, Центральным парком культуры и отдыха, Алматинским зоопарком, включена также роща Баума. Призывают алматинцы и создать общественные комиссии при Акимате с участием жителей. В основу программы легли такие стратегические программы инициативы главы государства, как стратегия «Казахстан-2050», 5 национальных реформ, план нации, 100 конкретных шагов. Программа выбрала в себя лучший экспертный анализ по всем направлениям и инновационно по своей структуре и подходам. Впервые в нашей стране программа развития региона разработана не по отраслевому подходу, а по ключевым приоритетам развития с учетом специфики города и анализа потребностей горожан. Большой интерес к программе развития проявила молодежь. Она уже начала реализовывать различные социальные проекты. «Такой проект, как Charity Wish 3 – Дерево желаний, где объединились семь вузов города Алматы и на данный момент работают над этим проектом 219 волонтеров. Инициатором проекта является университет Алмаю. И суть вообще заключается в том, что жители города Алматы исполняют желания детей из семейных приютов, из малообеспеченных семей. Объединившись, молодежь может делать новые инновационные проекты, делать проекты, нацеленные на бизнес и на трудоустройство». В программе «Большое внимание» уделено комфортному проживанию в городе людей с ограниченными возможностями. «Очень много делается с опережением. Например, у нас есть транспорт, где-то 600 автобусов и 130 троллейбусов с низкопольным. Но тут проблема в обучении водителей. Я думаю, есть такие технические вопросы, которые мы решим, и мы действительно добьемся, что наш город будет не просто самым красивым, самым комфортным, а это будет и доступным городом». Более того, Алматы будет стремиться стать инклюзивным городом, отметил Баужан Байбек. Объекты универсиады станут максимально доступными для людей с инвалидностью. Теперь все принятые в проект предложения будут утверждены маслехатом. И мегаполис через пять лет станет настоящим городом будущего. Аир Кирмик, Рашидин Якубов, Телеканал Алматы.